Здравствуйте! В эфире программа в центре внимания. Вот так вот мне еще никогда не приходилось начинать, но все когда-то бывает впервые. Сегодня у нас в студии находится кипер Юлия Чернова и ее два питомца из четырех возможных. Да, ну потому что просто с четырьмя, я думаю, мы не справились здесь в студии. Здравствуйте, Юля! Здравствуйте! Юль, ну мы теперь будем весь эфир проводить в каком-то движении, потому что я понимаю, что это они нами управляют, а не мы ими. А вообще кипер это кто, если разбираться в азах профессии, скажем так? Что это такое или увлечение? Ну это человек, который ухаживает за рептилиями. То есть вы уже имея четырех рептилий дома, я так понимаю, навык этот освоили вполне профессионально. Ну, не считаю себя профессионалом. Всегда есть чему учиться, да? Да, абсолютно. Но вообще из ваших четырех питомцев кто самый беспокойный? Беспокойных нет, а вот самая активная это вот Рена. Вот, которая у вас в руках, да? А у меня, мне досталась маленькая совсем еще Адель, которая в принципе очень себя так достаточно мирно ведет всегда. Все понятно. А вообще увлечение началось когда? Сколько лет назад или месяцев вы впервые завели своего первого питомца? Первая змея у меня появилась в пять лет. Мне ее купил отец. Это был обычный узорчатый полос. В пять лет? Да. У вас уже тогда было дикое желание иметь дома змею, да? А не собачку-кошечку? У меня были и кошки, и собаки, и попугаи. Вот змея появилась впервые. Угу, все понятно. Как восприняли такой подарок? С восторгом? Отлично. Я с ней очень хорошо дружила. Угу. Вот, но она, к сожалению, недолго прожила у меня. Угу, все понятно. Ну а дальше уже перешли на змей более экзотичных, а это уже когда случилось? Ну вот первый удав у меня появился в этом году. Вот так? Это вот, вот это вот Рена. Мечта наконец-то сбылась, да? Да. Я именно искала бразильского радужного удава. Более трех лет нашла. Мечты сбываются. Где нашли, кстати? Потому что я не думаю, что в Благовещенске легко можно прийти в зоомагазин и купить бразильского радужного удава. Да, нет у нас такого товара живого. В Хабаровске есть одна заботчица. У нее очень много змей, пауков. И вот всех своих животных я покупала именно у нее. То есть хабаровчане, я так понимаю, вот к такой скользкой живности относятся вообще очень лояльно, да? Да. Адель уже унесла мою ручку, между прочим. Так между делом. Вообще, конечно, змеи очень интересное создание. Но вот что вас именно в них больше всего привлекло? Почему змеи? Мне нравится их играться. Мне кажется, это вообще вот просто божественные животные. Рена у меня пыхтится. За ними наблюдать можно просто на бесконечности, да? Да. И вообще, на самом деле, уже доказано давным-давно, что змеи, они имеют лечебный такой характер, скажем так. Они лечат мигрень даже. Правда? Да. Очень много заболеваний. То есть лечат спину. За границей есть вообще, даже не за границей, а уже даже в Москве появилась такая услуга в спа-салонах массаж змеями. Стоит недешево. Это когда на тебя кучу змей кладут, да, и они вот ползают. Да, да. Разных размеров. И змеи именно вот уделяют внимание особо именно тем частям тела, которое болит, допустим, у человека. То есть они как кошки фактически чувствуют больное место? Да. Вот это, да, слушайте. Вот этого я не знала, правда. Я могу точно сказать свои ощущения. Это действительно очень приятно. Зря не брали вы в руки змею до сих пор, потому что, когда они ползают, это очень необычные ощущения. Ты понимаешь, что они достаточно пугливые. Они, конечно, нас боятся гораздо больше, чем мы. Да, абсолютно правда. И с ними нужно обращаться очень-очень аккуратно по этому. Но, тем не менее, люди, я так понимаю, полны стереотипов и боязни к змеям. Правильно? Да. И люди, большинство людей живут стереотипами. Вот какие самые частые мифы? Мы сегодня вот один уже услышали здесь буквально даже на телекомпании. Я думал, что она скользкая. Да? Да, вы вот можете заметить, что Рена, она более гладкая, а Адель, она прям... Бархатистая. Бархат, да, прям бархатистая. И они совсем не склизкие, не скользкие. Ну, холодные, потому что, да, ну, хладнокровные животные. Ну, я не сказала бы, что холодные тоже за счет того, что они всегда находятся в тепле. И они теплолюбивые, они сами хорошо нагреваются. У меня, например, даже Адель пригрела немножечко, пока она в ней сидела. Да, вы ее, а она вас. Да, совершенно верно. Это такой обоюдный процесс. Вообще, конечно, да, очень интересно за ними наблюдать. Уползти они могут достаточно далеко. О, у вас бывали ли такие случаи? Наверняка это особенно, этот вопрос сейчас особенно интересует ваших соседей. Да, соседи мои знают. О существовании змей. У меня соседка даже помогала во время моего отпуска. Она приходила, включала термошнуры. Вот это да. Да, то есть поливала грунт. Хорошие взаимоотношения. То есть она спокойно относится к этому. Но вообще они имеют свойство убегать? Они же содержатся в террариуме, насколько я понимаю, да? Да, у Рены было несколько побегов. В террариуме есть небольшое такое отверстие, где крепится лампа. И она вот пару раз умудрялась через вот эту вот небольшую дырочку убегать. И что же было? Первый раз она убежала. Я как раз была на море. Мне звонит мама, говорит, что у нее там чуть ли не инфаркт случился просто от неожиданности. Ну да, где змея? Да, она смотрю, в террариуме нет. Думала, она в домике. Подходит отодвинуть шторку. А Рена лежит на весь подоконник. Разлеглась и получает свои солнечные лучи. Второй раз она у меня сбежала, я ее сняла с жалюзи. А третий раз был побег у нас. Она провела три дня в батарее. Вот это да! То есть прямо в батарее, где тепленько, да? Батарея была холодная, слава богу, это было лето. Она провела там три дня. И я оставила открытый террариум, и она вернулась сама домой. Ну, как бы, хочу всех сразу успокоить, что у змей отдельная комната, которая закрывается. То есть дальше этой комнаты. За пределы они не выйдут никуда, да? Да, абсолютно. А вообще это необходимо в содержании, или же это желательно, чтобы было какое-то отдельное пространство, где будут стоять террариумы? Вообще не важно, где стоит террариум. Главное соблюдать температурный режим, чтобы змее было комфортно. То есть не все люди смогут жить в температуре 28, плюс 28 градусов круглый год, да? Урены 33. Даже 33? Ну ничего себе! Днем в теплом углу 33. Вот. То есть лучше, конечно... То есть вот это вот все оснащение террариума, например, это дорогое вообще удовольствие? Вы с этим столкнулись уже. Да. Самое дорогое это сама змея и оборудование для нее. Содержание уже в плане кормления, оно на самом деле не дорогостоящее. Сколько может стоить змея? Вот сейчас нас удивите. За Рену я никому не говорю, знаю только единицы. Я заплатила за нее очень дорого. Ну, как говорится, на мечту денег не жалко. Допустим, императорского удава, вот подростка... Они более часто встречаются? Я купила за 12 тысяч рублей. То есть, в принципе, кошечки, собачки, змейки, где-то все там, да? Да. Если брать, допустим, обычный полос или маисовый полос, да, это именно змеи для новичков, они просты в содержании, неприхотливые. И, допустим, маисового полоса я купила за, по-моему, 2,5 тысячи рублей, но она очень малышка. То есть, 2 месяца она тоненький этот шнурочек. Совсем крошечная, да? И малыши, потому что их нужно еще раскормить. То есть, самое главное. Все понятно. А вообще, как бы вы сейчас посоветовали, если вдруг кто-то загорелся тоже идеей завести змею, нужно ли обучиться, как минимум, почитать какую-то информацию? Вот что нужно сделать? Сколько на это нужно потратить? Обязательно нужно прочитать литературу. Можно пообщаться с людьми, которые занимаются, да. Допустим, когда у меня спрашивают совет, я никогда не отказываю, то есть, я помогу. То есть, лучше, конечно, с теми, кто уже содержит пообщаться. Потому что мы уже столкнулись, да, с тем, и вы столкнулись, точнее, с тем, что ветеринары, которые лечат даже змеи, или что-то могут про них рассказать, но у нас просто в Благовещенске этого нет. Да, герпетологов у нас, к сожалению, нет. А змеи болеют при этом? Да, змеи, конечно. Чем болеют змеи? Могут болеть ожирением. Ой, ничего себе! У них могут быть клещи. Вот этот, у них же нет шерсти, кажется. Вот, да, клещи. Интересно. Может быть пневмония, то есть, от микросквозняков, от холодного пола, допустим. То есть, змея кашляет, это тоже такое возможно, да? Ну да, кашляет по-змеиному. По-змеиному, по-своему. Ну, я надеюсь, что, во-первых, нашим сегодняшним эфиром мы развенчали миф о том, что змеи это что-то скользкое и неприятное. Это очень приятное и вполне даже милое, я бы сказала, и даже дружелюбное, насколько это возможно. Вы видите поведение, вот Адель у меня в руках, хотя мы с ней первый раз общаемся. Вообще замерла. Да, да. А во-вторых, что змеи просто содержать. Покормил разочек и все. Вот нет, увы, господа, тут надо как минимум побеспокоиться о собственном образовании, создать условия. Юль, спасибо вам, правда, огромное. Ну и вам, змейки, спасибо тоже за смелость. Я понимаю, вам тоже непросто, видимо, пришлось сегодня. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Юлия Чернова, ее питомцы. Юлия Кипер. Она содержит змеи. В общем, такой необычный эфир у нас получился сегодня в программе «В центре внимания». До скорой встречи. Пока.